На минувших выходных отметить приход весны и открыть новый сезон решили любители классических автомобилей из клуба Ретроград. Как всегда, они совместили приятное с полезным открытие сезона и посещение музея. В этот раз посещали музей Южной Железной Дороги. Идея совместить открытие ретросезона с экспозицией музея ЮЖД пришлась как нельзя кстати. И автомобили клуба Ретроград, и железнодорожная техника музея практически ровесники. Тем более, что в музее есть и своя автоэкспозиция. Пока участники мероприятия съезжались к его началу, я занялся рассмотрением того, что представлено на открытой площадке музея Южной Железной Дороги. Самые почтенные экспонаты, несомненно, паровозы. Именно они перевозили эльвинную долю всех грузов первую половину 20 века. Кстати, судя по состоянию этих экспонатов, они в полностью рабочем состоянии. Не меньше внимания посетителям музея уделяли и специальной железнодорожной технике. Это оборудование для строительства и ремонта путей. Ну и прочая техника, в разные годы тягавшая составы по стране, и не только, также была доступна для изучения. Разумеется, не мог я пройти мимо автомобильной части экспозиции. Все эти автомобили в свое время использовались железнодорожниками. Приятно удивленных с охранностью, внешние машины очень хорошо выглядят. Есть в этом коротком ряду такие, что и не встретишь на всевозможных ретро-мероприятиях. Например, вот микроавтобус польского производства НИСА. Когда-то давно таких немало бегало по дорогам страны Советов и всему околосоветскому пространству. Микроавтобус построен на базе автомобиля Варшавы, который по сути представляет собой чуть перелицованную Победу. Конкретно такая модель, НИСА-522, выпускалась 1976 года, а последние машины марки НИСА сошли с конвейера в 1994. Стоящий рядом автобус – редкая модель производства Черниговского завода специального автотранспорта. Этот назывался Чернигов и создавался на агрегатах ГАЗ-53 для обслуживания киностудий и театральных труб. Всего было выпущено менее 20 тысяч таких автобусов в период 1976 по 1998 годы. ЗИЛ-157, он же Захар, заслуженный ветеран советской эпохи. Создавался он в свое время для нужд армии, но и на гражданке встречался нередко. Мало кто знает, что ЗИЛ-157 в 1958 году был удостоен Гран-при на всемирной выставке в Брюсселе. Его главное достоинство – феноменальная проходимость. Это заслуга уникальной системы централизованного регулирования давления в колесах. Между прочим, Захар стал первым в мире грузовиком с подобной системой. До этого аналогичные устройства монтировались только на военной технике, в частности на бронетранспортерах. Кстати, о транспортерах, пусть и не бронированных. Вот этот великан – тяжелый артиллерийский тягач, применявшийся в освоении Сибири и даже Антарктиды. Его производил Харьковский завод имени Малышева с 1947 года. Построен гусеничный вездеход на шасси танка Т-54 и имеет соответствующий танковый дизель. И аппетит у него тоже немаленький – 140 литров солярки и 4 литра масла на каждой 100 километров. При этом тягач мог тащить за собой прицеп массой 25 тонн. Благодаря емкости топливных баков в 1364 литра запас хода превышал 750 километров. На фоне этого тягача машины, собравшиеся на площадке музея, выглядели мелковато. Но при ближайшем рассмотрении не менее интересно. Как для православных Пасха, как для иудеев, иудейская Пасха, для нас это открытие ретро-сезона. Сегодня мы, активисты, автор ретро-союза «Ретроград», собрались, чтобы увидеть солнце, встретить, выкатить свои машины, стереть пыль, размять свои саленблоки, прокачать свои бензиновые фильтры, продукты. Для чего разминаются кости? Потому что в мае этого года, 21-22 мая, мы проводим Харьковский ретро-свет «Берегись автомобилем». Это уже второй слет. Мы просто фантастически очарованы результатами первого слета, итогами той динамикой, вдохновением какое было. И мы, опять-таки, на стадионе «Старт» в городе Харькове приглашаем всех еще раз провести Харьковский ретро-слет. И в этом году он будет называться «Берегись автомобиля». Такое двоюдное название, да, ну все знают, все помнят, многие знают, многие помнят, молодежь уже, наверное, не знает, еще и не помнит этот фильм «Берегись автомобиля». Почему? 50 лет назад на экраны вышел как раз в мае месяце фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». И вот мой королевый праздник, один, 21-го уровня. Судя по количеству «Волк» в рядах ретро-союза, подготовка идет серьезная. Стараниями владельцев этих машин они сохранились в очень хорошем состоянии, многие в идеальном. Что же до оригинальности, то о 100% речи, увы, не идет. За полвека кое-какие детали пришлось заменять на запчасти от последующих моделей. И хоть в глаза они не бросаются, знатоки автоистории, несомненно, обратят на них внимание. То же самое можно сказать и о других экспонатах советских времен. Напомню, что на всякий случай, что к ретро-технике уже относится и значительная часть вазовской продукции. Все, что выпущено более чем 30 лет назад, считается классическим автомобилем. Вот только мало кто из вазоводов стремится сохранить свое авто в первоначальном виде. Ну ладно, на этом, пожалуй, можно и заканчивать. Гораздо больше интересных машин харьковчане смогут увидеть через месяц на втором ежегодном ретро-слете. Как говорится, следите за рекламой. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла. Субтитры подогнал «Симон»!